Как я? Очень хорошо, Екатерина, прекрасно, да, художник. Всем привет! Я бы хотела сегодня рассказать вам о нашей выставке «Территория моей жизни». Выставка сейчас проходит в Крылатском, на территории галереи «Крылатский орнамент». Присутствуют на выставке картины десяти художников, восемь из которых — это бывшие ученики Суриковского ДПО, получившие второе высшее образование по живописи и рисунку. И двое из участников — это наши преподаватели. Работы на выставке представлены в разных техниках, и вы увидите, как длительные работы, на которые мы потратили до полугода даже, если мы говорим про дипломные работы. Также вы увидите короткие этюды, зарисовки, карандашом, пастелью. Я попробую рассказать информацию, которую владею. Может быть, не про все картины, но потихоньку про ту или иную работу расскажу. Давайте начнем с двух работ наших преподавателей. Вот первая работа Ирины Олеговны, привозной работа маслом. На мой взгляд, очень красивая, такая замечательная бабушка. Работа называется «Помылу кепка». Сейчас посмотрим. И вторая работа нашего второго другого преподавателя. Это графита. Работа Юлии Николаевны Эрния-Араевой, где она изобразила свою двоюродную сестру. Так, раз мы начали с этого угла, давайте посмотрим еще небольшой автопортрет. Это уже моя работа. Коротенькая такая зарисовка, размышления. Здесь, когда я ее рисовала, я поставила напротив зеркала еще здесь свечу. Вы видите, свет отражается, он такой достаточно контрастный получается. Лицо выделяется, и все, что за мной вдали, погружено во тьму. Может быть, не очень похоже, но я старалась передать состояние. Потом все-таки портрет – это достаточно сложный жанр. И в этом плане у нас не очень большой опыт в целом по портретам. Но на данный момент лично мне очень нравится это направление, поэтому я буду прорабатывать. Так, давайте дальше посмотрим на картины. Вот здесь вот есть этюды девушек. К сожалению, я не очень знакома хорошо с Ольгой, поэтому пока мне нечего, наверное, сказать особо. Да, можно ли ты, Марина, добавить что-то? Ну вот Ольга тоже замечательный художник. Ну, по-моему, она изображает такие вот замечательные пейзажи. По-моему, добавить здесь уже нечего. Да, это у нас Ларисин портрет. Лариса, ой, простите, натюрморт. Да, Лариса Поправка. Вот я вам говорила про длительные работы. Здесь у нас две категории длительных работ, на которые тратится очень много времени, достаточно часов 12 и больше. Первая категория таких работ – это наши дипломные работы, которые мы писали по полгода. Ну, он зависит, конечно, от автора, но в целом. И вторая категория – это постановочный натюрморт. А вот это как раз один из них. Постановочный натюрморт, когда нам Юлия Николаевна ставит красивую такую постановку, да, вот вы видите, как интересно нас считать по цвету, материалы разные, используется стекло, дерево, да, ткани, различные драпировки, вот, и тематика в целом натюрморта, в данном случае, восточная. И мы с другими коллегами, да, мы очень долго, кропотливо работаем над такими натюрморками. То есть это пример именно длительного натюрморта. Так, дальше. Я себя чувствую экскурсоводом. Это мой первый опыт, так что сильно строго не оценивайте и задавайте вопросы, Марина будет, Марина у нас снимает. Да, я с ним, да, оператор сегодня, да, поэтому если будут какие-то вопросы, то, соответственно, я их зачитаю, и Катя на них ответит. Так, это у нас дипломная работа Милана с Осиной. Тоже очень интересно, да, такое настроенческое, что-то вот ощущается какое-то, ну, у каждого своё, конечно, да. Вот у нас сегодня был, например, Никонов, он говорил, Павел Фёдорович, да, вот ему очень понравилось именно настроение работы, вот это ощущение, которое испытывает девушка, несмотря на красивый пейзаж, да, вот мужчину, вот какие-то такие интересные. Вот он считал свои эмоции, но у каждого эмоции, на самом деле, свои, у каждого посетителя. Всё зависит от вашего опыта, да, от восприятия и так далее. Так, Лёша, у нас натюрморт, это Алексей Савин, тоже одна из длительных работ. Натюрморт называется «Натюрморт с графитом». Вот я его не писала, поэтому, честно говоря, особо не знаю, что буду сказать. Длительная работа, красивая, детально выписана. Приходите, посмотрите. У нас есть два натюрморта, вернее, один осенний натюрморт, но от двух авторов. Вот что интересно, вы сможете сравнить, насколько интерпретация каждого автора, да, влияет на изображение натюрморта. Вот один натюрморт у нас осенний изображён Леной Крупенниковой, а такой же осенний натюрморт, если Марина покажет, видно, там мы сейчас к нему чуть чуть попозже подойдём поближе, да, вон там над роялем, над белым натюрморт тоже осенний, но Лёши, Алексея Савина, да, и вы увидите, насколько автор преломляет действительности по-другому, да, один и тот же натюрморт по-другому изображает. Так, этюдик, это вот мой этюд. На этюд обычно тратится, ну, где-то до двух часов, вряд ли больше, потому что освещение меняется, и делается он на пленэре, вот я очень люблю выходить на пленэре, в данном случае это дикий виноград, я пишу его, так, меня зовут Екатерина Кеббал, кто не знает, я не представилась, я очень люблю этюды, часто выхожу на пленэры и обожаю природу, особенно осеннюю природу, как раз сейчас для меня просто кайф. Так вот, возвращаясь к дикому винограду, эту работу я писала год назад, в принципе, дикий виноград я изображаю каждый год, он каждый год у меня разный, вы сможете в инстаграме посмотреть, сравнить, как отличаются работы по настроению. Так, что еще? Дипломная работа Ларисы, поправка, электричка, да, она называется электричка. Это как раз вот из тех работ, которые мы очень долго готовили, потом защищали перед комиссией. К этой работе у Ларисы здесь, чуть попозже вам покажем, хотя можно издалека, да, показать, вот видите, на той стене вот мужчина гризалью, бабушка тоже гризалью, это как раз подготовка к большой работе электричка. Можно ли к вам на выставку попасть в выходные? В какие-то выходные, да, мы открываем. В выходные можно, но нужно тогда заранее позвонить. С нами, да, с нами просто связаться. Либо вы мне напишите. Да. Это наша Лена. Лена пишет? А, Лена, привет. Лена, привет. Можно попасть, у Марины есть ключи. Да, да, и поэтому мы можем, да, и мы откроем и сделаем целую экскурсию тебе индивидуально. Ну что, пойдем пока. Да. Это мой этюд, можешь поближе показать, может, отсвечивает? Отсвечивает. Это графика «Паровоз-пастелью». Это один из моих этюдов в качестве подготовки к большой работе. У нас сейчас есть идея, у нашей группы, да, мы готовимся к теме паровоза, у нас у каждого есть свои задумки, мы ходим в депо, делаем разные этюды. Начали все это весной, правда, коронавирус нас немножко прервал, но вот планируем возобновить. И вот эти подготовительные работы я вам еще покажу несколько своих паровозов маслом, тоже этюдов, и дальше потом мы будем составлять из маленьких работ уже большие, да, у нас у каждого уже есть там свои идеи. Вот у меня есть идеи для двух картин, нужно будет еще третий придумать, посмотрим. Ну, паровозы прям… Это тема, которая у меня, почему-то, очень волнует. Паровозы и портреты. Лично это я о себе говорю. Так, это портрет мой, пастелью. У нас есть модель Маша, в 18-м году она у нас еще была моделью, сейчас у него другая работа. Вот что мне нравится в пастели, я люблю, вот видите, у меня очень большие штрихи, я люблю достаточно эмоционально изображать, схватывать сразу образ, и с пастелью лично мне очень комфортно работать. Вот Марина расскажет о своих впечатлениях, я просто мне очень нравится пастель, а когда мы говорим про людей, образы людей, как раз, ну, мне кажется, мне удается схватывать, может быть, не всегда изображать адекватно, но я стараюсь. Это еще 18-й год, пастель-бумага. Вот отсвечивает от стекла, конечно, да. Лешин этюд замечательный, совершенно в импрессионистическом духе, да, вот прямо как будто какой-то импрессионист писал, и такая композиция очень интересная. Вот, это «Улица из детства» называется Савин Алексей. Да, во время пандемии. Да, во время пандемии он писал из окна. Вы знаете, я еще хотела сказать, что мы все настолько разные, у нас очень хорошие отношения в группе, да, мы все очень разные, и очень приятно работать, да, когда все друг друга поддерживают, и нет какой-то диктовки. Вот иногда бывает, что у преподавателей все ученики как-то под копирку выходят, и приходишь, да, на выставку, а работа как будто написана одним человеком. У нас такого нет, у нас преподаватель старается поддерживать и ценить нашу индивидуальность, что очень здорово. Прям, это важно преподавателям, что-то небольшое наступление. Так, паровоз, шикарный паровоз, это машина на Ордолите. Надо далеко отойти, чтобы его, да, увидеть. Да, это крупная работа Лены Крупенниковой. Как раз про них я говорила, да, про эти работы, чтобы мы полгода их готовим. Ну, как-то не знаю про этот паровоз, но в целом диплом мы полгода пишем. Так, этюдики. Мой маленький этюд. У меня вообще очень много этюдов, я люблю такие вещи. Это верба на ветру. Здесь, что интересно, я сначала пришла на КЛНР и написала обычную вербу, ну, в таком нашем реалистичном стиле, да, в реалистичном манере. Честно говоря, мне не понравилось, мне показалось, что это как-то скучновато. Вот, я решила, что надо что-то исправить, либо вообще замазать. Потому что у меня часто такое бывает, я просто волнула бы работать. Иногда зря говорят. Ну, у меня часто хватит. Вот. И вербу я как раз на тот момент читала про Амстердам, ну, сами понимаете, да, про Ван Гога, и решила вот что-нибудь такое вот кудрявое замутить. И так верба превратилась в такую вот какую-то манеру а-ля Ван Гог, наверное, да, не знаю, что-то так кудрявое. Этюд Лёши Савина на берегу Явзы. Мы ходили все вместе, всей группой на Плен-Р, изображали кораблики разными материалами. Кстати, у Марины есть зарисовки. Марина Кузнецова у нас знакный рисовальщик. Зарисовала, как мы все пишем в этот момент. Очень, да, да, да. Они рисовали этюды, а я рисовала их на этюдах. Да, 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 это исторические работы. Да. Это мой этюд «Деревья на закате». Здесь тоже такая интересная получилась история. Мы ходили с Юлией Николаевной на Плен-Р к Новодевичьему монастырю. Я свой Новодевичьему монастырь изобразила на закате, и у меня осталось еще время, думаю, нам надо что-то поделать. И тут увидела деревья, и, честно говоря, просто... Просят рассказать про козу в витрине. Что? Козу в витрине просят рассказать. А, про козу в витрине сейчас расскажем. Сейчас мы на нее зайдем. Дойдем, дойдем. Вот, значит, я к чему говорю? Что иногда бывает, что нужно просто отключить мозг и изобразить пятна. Вот у меня с деревьями так и получилось, что я уже после других этюдов... О, Танюшка наша, Танюшка присоединилась, Елизарова. О, Таня, привет. Про козу витрине тут самодельно занимаемся. Да, Таня сейчас скажет, ой, чего вы тут творите. Марина, все прошло. Да. Ну ничего, мы развлекаемся. Да, иногда важно просто отключить мозг и пятнами нарисовать или написать то, что вы видите. Поэтому вот это ощущение, оно сохраняется. И интересно, совсем другая манера. И мы решили показать. Вроде неплохо. Сегодня у нас в гостях был Никонов Павел Федорович. Ему, кстати, понравился этот этюд из деревьев. Я даже не ожидала. Так. Лешина. Должна работа, серьезно. Да, очень. Карандашом. Столько труда вообще. Называется графический натюрморт. Да. Вот, Алексей Савер. Наверное, единственная, да, такая серьезно графическая работа. Да, на всей выставке, да. Это постановочный натюрморт. Да, да, да. Ну очень такой многотрудный, я бы сказала. Леша все время так долго, упорно работает. Ну это вот моя работа на кухне, да. Это вот пожилые люди. Вот моя мама часто смотрит в окно, вот что они там рассматривают. Вот, ну и вот интерьер кухни с натюрмортом, все это вместе вот в такую работу вылилось. Тоже достаточно долго я ей занималась. Причем, как бы, вот она с таким интересным оформлением получилась. Такая вот. Здесь вот наклеена. Да, это наклеена, да, выпуклая, 3D-банка. Да, и вот здесь вот тоже края такие интересные. Да, я даже использовала настоящую этикетку от кухни. Так ее не видно, но... Очень понравилась работа Никонову, Павлу Федоровичу. Прям очень хвалили. Мне понравились пятна. Здорово, молодец, Марина. Вот опять наше депо, да. Да, это депо, это вот все к той же теме паровозов. Это мой этюд, это тепловоз в стойле. Специально для нас загоняли, так было приятно. Да, да. Загнали тепловоз в стойло. Да, и специально, чтобы мы нарисовали, то есть очень отнеслись. Это вот Лешин, да. Это Лешин этюд прямо в депо, внутри, да. И Ленин, вот такие мастерские, как бы при... Да, и Ленин тоже такой очень красивый. Очень красивый, да, потому что он такой сложный. Лена Крупенко, да. Да, ночные этюды, да. Это ночные этюды Леши. Мы ходили на Екиманскую набережную. Вот у нас, к сожалению, не получилось все этюды ночные представить. У нас их намного больше, да, но повесили как образец. Это моя дипломная работа. Старый сад. Это старый яблодневый сад, вы, наверное, уже на других выставках видели. Здесь тоже очень интересно, как оказалось, для того, чтобы... Я немножко расскажу про то, как мы писали диплом, да, мы... Порядка, наверное, ну, сорока этюдов, точно не знаю, как, Марина, у тебя. У меня много было, да? Ну, много, мы серьезно подошли к диплому, да. То есть, если говорить даже про масло только, а не про веснуло, то мы ходили, вот, я, например, да, утром, вечером, в дождливый день, в солнечный день, летом, осенью. То есть, смотрели, выбирали, какие состояния нам интересны, вот, и потом это все уже в мастерской изображали. Забор тоже у меня несколько раз менялся, вот, то из досок, то там, кто-то еще, то ближе, то дальше. Лошади у меня сначала были побольше, потом поменьше, вот мы их в итоге сделали. Вот, то есть, это прям целая работа. Долго-долго делали, да, дипломы мы делали долго, да. Вот здесь у нас два зимних этюда. Это зимний этюд Лены Крупенниковой, такой тоже быстрый. Да, и у вас по-моему похожи они, кстати. А это вот лома, да, у меня такой похолоднее. Да, но все равно похожи такой зимний. Видно зимний лес, в одном лесу видно были. Вот, здесь, ну, я не знаю, Марина, может ты знаешь. Ну, вот это Наташа Прокудина, мы про нее мало знаем, она к нам присоединилась недавно. Вот, и вот у нее Крым, это крымские пейзажи, мне кажется, очень с душой сделаны. Вот, правда, город Дзержинск, тут силикатный карьер, это внизу силикатный карьер. Я тоже подумала, что это не может быть Крым, а это вот вверху очень такой душевный, красивый. Крым. Так, это Лариса, да, такая интересная очень, да. Да, интересная по композиции такая, да, это вот, по-моему, дочка, если не ошибаюсь, да. Я даже не знаю, но во всяком случае такой молодой человек, мне кажется, скорее. Девочка, девочка. Да, 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 и очень красиво, да, интересно такое тоже состояние. Состояние? Да. Ну вот мы пришли к шкафу, да. К шкафу, здесь вотчина Марина, здесь совершенно замечательные рисунки, Марина сейчас отдельно расскажет. И обязательно вот про козу и про другие. Ну вот, да, мы тут сочетали скульптуру и графику. Графика такая малоформатная, скульптура тоже малоформатная. Вот замечательная коза совершенно, зовут её Искорка. Это Лена Крупенникова, вот ваяет у нас такие замечательные совершенно скульптуры. Вот такой танцующий. Они такие живые и интересные, да? Да, очень интересные. Вот такой ребёнок на аэроплане, девочка на, не на шаре, а на какой-то лодке или в сёрфе, сёрфе, сёрфе. Вот на стуле тоже замечательная девочка. И вот какие-то тоже танцы. А вот на сёрфе, наверное, да? Да, а вот, наверное, на сёрфе, да. А это вот такой вот учитель, наверное, день учителя был вот такой, учитель Дзержинский. А мои котики, ну, такие они совсем не затейливые, но тем не менее, вот такой у меня кот Мурка, когда его принесли котёночку, он меня очень мучил, потому что шкодил. Про что, про что? Вот тут интересные, да, есть какие-то в зеркале, да, люди? Да, и вот его всякие проделки, вот в таких графических маленьких работах я сумела запечатлеть. Вот такие вот маленькие графические работы с дрессировкой, с его охотой. Вот он продолжает, между прочим, безобразничать. Вот даже вот моемся тут вместе, вниз поставили, чтобы дети, не дай бог, не увидели. Здесь вот Марина рисует, явно, да, а это вот кот, кот из-за мольберта выглядывает. Да, кот прыгал на мольберт, он продолжает, в общем-то, ничего не изменилось, хотя он подрос. Так, да, идём дальше. Так, идём дальше. А, вот натюрморт осенний. Вот, про который мы уже говорили, да, авторство Алексея Савина. И вот две работы, которые подготовительные Ларисиной к электричке, тоже мы про них говорили. Тогда, вот, опять к Марине на работе идём. Вот здесь вот, если увидите посередине, вот это Марина. Да, это выглядывает, да, такая в зеркале. А это буфет, Марина в буфете такая. Да, Марина в буфете. Это Лёша, он замечательный, совершенно гольфический. Да, Лёша у нас очень любит тему гольфа. Да. И изображает вот так вот. Разный гольфический натюрморт, очень большой. Даже надо отойти, чтобы его хорошо продемонстрировать. Это вот Ларисина, творческая работа, да, мы здесь говорили о том, что у нас представлены как академические работы, которые изначально по всем правилам, да, академизма, которые у нас учат, написаны или адресованы. Так вот, и есть творческие работы, где художник уже, используя имеющееся знание, полностью растворяется, да, и выражает свои эмоции. Ну, такие эмоции, да, необычные, да. Лариса называется «Сновидение». Да. Это вот, да, это вот тоже Наташа Прокудина, это её Крым. Вот продолжение крымской темы, очень, на мой взгляд, такая тоже с настроением работа, похожа на Крым, по крайней мере. И Ольга Куклина, вот её девушка за роялем. Тоже такая домашняя, тёплая, приятная работа. Это опять Лариса с натюрмортом. Лариса, натюрморт, конечно, натюрморт. На окне, вот. Тоже такой академический. Да, да, да. Это Оля, значит, Куклина. Это церковь. Вот такая интересная церковь. Мне очень нравится кот. Да, кот заболел, и вот я его, пока он лежал спокойно, я его написала. Причём кот такой очень интересный, он сортировщик. Если ты не против, я расскажу. Да, 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 расскажи. Кот у Марины замечательный. Это просто мечта любого айтишника, инженера, неважно. Он собирает мелкие предметы со всего дома, сортирует их в кучки и ложится рядом. Да, довольный. То есть кот сортировщик, гениально. Если мы потеряем, например, пробку из ванной, то нужно искать в одной кучке. Да, много кучек. Вот это Андроников монастырь, это мой этюд. Мы ходили, наверное, год или два назад, я уже не помню. Быстрый этюд на Таганке. Вот, это тоже моя работа. Вот отсвечивает плохо, видишь, они так высоко. Посмотрите, если что, у меня в Инстаграме. Очень хорошая работа, но, к сожалению, мы не можем её качественно... Качественно продемонстрировать, да. Это пастель, это когда я просыпаюсь, у меня в окно светит солнце. И вот оно вот так, вот такими пятнами мне очень понравилось. Да, да. Так, Лёша на сирене. Он замечательный, он всю весну у нас рисовал, писал и вообще занимался сиреней. Вообще карантин на нас очень хорошо подействовал. Да, и у него такая сочная, но не очень она нравится. Да, хорошая работа. Так, здесь мы закончили, да? Да, у нас ещё небольшой зальчик. Такое. Так, давай начнём, ну вот оттуда. Ну да, Слёша, это хороший этюд на гидроузле. На гидроузле. Прям любимая тема. Очень хороший, красивый этюд. От Москва-Сити. Это вот мы ходили. На пленэре. На пленэре. Очень красиво. Вот Марина, замечательный букет. Вот, да, такая синяя гортензия, с которой я очень мучилась, потому что не знала, какой синий, собственно говоря, какого она на самом деле цвета. Очень красиво. Это вот Ларисины кури, курочки, тоже, к сожалению, отсвечивает вот то, что высоко, но тем не менее, вот они такие. Это Лариса, работа Ларисы поправка. Да, курочки. Да, курочки такой дворик, птичий двор называется. Да, это вот оттепель. Тоже Ларисина зимний этюд. Да, зимний этюд. Это вот моя кастрюля, почему-то она всем нравится, хотя... Очень красивая кастрюля, Марин. Так, перестаньте, все хорошо. Марина у нас любит. Да, покритиковать себя. Покритиковаться. Но себя, себя, себя можно. Да, это мой домик, но тут вот он как-то не очень хорошо виден, насвещен просто не очень хорошо. Ну, потому что у нас тут вот такой... Это Ларисин арбуз. Этиудик Лариса. Вот, это вот Ольга Куклина. Виноград, вот посмотрите, какой замечательный. Вот у Кати фрагмент винограда у Ольги целиком. И такие камни на переднем плане. Это Ларисина, красно-смородина. А, это я думаю, рябина. Нет, красно-смородина, Ларисина, да, этюд. Вот. Да, это перед грозой тоже этюд такой. И его же ночной... Нет, это мой. А, это Катин. Да, это мой, это вечерняя таганка, улица Школьная. Мы ходили на ночной ТВНР. А, вот еще котик. Вообще, я сейчас немножко расскажу про ночной ТВНР. Сейчас, да. Если кто-то из вас не ходил вдруг, да, ну, кто ходил, тот поймет, а кто не ходил еще, просто имейте в виду, что наутро обычно это сюрприз. Вот меня часто спрашивают, как ты пишешь ночью, когда освещение не очень хорошее. Ну, вот по наитию, то есть ты понимаешь, изначально ты выдавливаешь краски в определенном порядке, то есть ты знаешь, где у тебя теплое, где холоднее, что светлее, что темнее. Но в целом ты никогда не видишь полной картины, потому что, ну, потому что такое освещение. И только наутро у тебя есть возможность посмотреть работу целиком. Это будет обычно, ну, обычно это сюрприз. Не знаю, как у кого, конечно. Вот, так что, это ночная таганка. Это одна из Ларисиных работ, как раз подготовительных. Подготовка к диплому, да. А, котик, котик. Это вот моя... У нас два разных котика, да. Котик здоровый, котик больной, да. Ну, не больной. Нет, этот здоровый. Это я сейчас расскажу. А, ты про своего? Ну, больной и здоровый котик. У нас два котика. Про этого кота сейчас расскажу, тоже смешная история. Мы ездили в Австрию, по-моему, да, в Австрию у нас Белеведер же есть. В Австрии, да, большой. Вот, и... И там я посмотрела картины Кокошкин, где там есть Тигон. Я впечатлила с Тигоном, вот просто. Очень понравилось. Когда я приехала домой, я решила, что нужно написать своего Тигона. Ну, понятно, что это громко звучит, да, конечно. А-ля, Тигон. Ну, в общем, это был мой ответ Кокошкин. Ну, такого Тигона, многоцветного. Она немножко потемнела, но в целом. Да, это мой папа. Это один из моих первых портретов. Папа и кошка вот отдыхает. А когда она садится к нему, она сама запрекает вот так вот. Только к папе на руки. И когда она лежит у него на руках, она обычно... Вот у неё такой взгляд, что не подходите. Мне тут хорошо, отстаньте все от меня. Поэтому я постаралась изобразить вот именно такое состояние отдыха. На самом деле называется выходной. Ну, это Ольгин тоже такой вот очень лирический, на мой взгляд, пейзаж. И Ленин Крупенниковой-Люпины. Тоже очень такие лирические. Вот тут уже лирическое пошло настроение. Хотя паровоз вот... Сейчас до паровоз дойдём, да. Вот Ларисин мостик. Да. Не знаю, видно там. Ну, пуховато, темновато, но видно. Вот сирень Катина. Вот такая. Сирень у нас две получилось, да? Две сирени. Ага. Сейчас мы помашем. Ириш, привет. Вижу, что тут... Да, сирень, я пока сидела на карантине, нужно было что-то писать. А до мне очень освещение такое хорошее. Поэтому достаточно много картин в полумраке получилось. И вот у меня есть две сирени. Одна светлая на тёмном фоне и одна тёмная на светлом фоне. Просто экспериментировала. Ну, вот и паровоз в лирическую, так сказать, картину. Да, это мой этюд тоже. Да. Один из паровозов как раз к моей задумке. Большой. А это у нас Маринина работа. Ну, это да. Это вот на самоизоляции. Это вот уже последняя работа. На самоизоляции вид с балкона на Крылатской. Вот наша выставка проходит в Крылатском. Она отличается от всех, что она сделана гуашью, а не маслом. Тоже интересно. Интересно. Я вот гуашу не пробовала. И вот ещё Маринина. И последний. Это вот карантинный автопортрет. Вот, что называется, только что с этюдника. Да. Так что, вот, в целом мы попытались вам рассказать про нашу выставку, которая сейчас идёт в Крылатском. Она проходит до 16 октября. Так что, у кого есть возможность, приезжайте, пишите нам. Да, вот мы вам покажем, как выглядит галерея. Такая у нас интересная галерея в Крылатском. Видите, вот. Тут афиши нет, потому что у нас всё-таки карантин. Карантин, да. Мы сделали очень красивую афишу, но, к сожалению, не можем повесить. Ну, вот она как называется. Вот часы работы. Ну, часы работы вы на самом деле можете... Да, но можно с нами созваниваться, и мы всегда, так сказать... Ну, и вот красивый, так сказать, пейзаж Крылатского. Так, выходи. Вот. Так что, приезжайте, будем рады. Может быть, кто-то из наших художников будет на месте, да, расскажет вам. Или если вы заранее с нами созвонитесь, может быть, у нас получится. Посмотрим. Да, да. Так что, большое вам спасибо за внимание, и будем рады видеть вас на нашей выставке. Пока! Пока!